В этом видео первые настройки создания интернет-магазина по продаже продуктов питания, в данном случае у меня пиццы, на Joomla на компоненте Gridbox Store App. Меня зовут Федор Васильев и давайте начнем. Итак, со всем новичкам, кто не знает, и с самого нуля. У меня уроки эти построены с того момента, что у меня уже установлен движок Joomla на хостинг. Что такое хостинг, как установить Joomla, где скачать Joomla, где купить компонент, Gridbox и так далее. Если вы вот такой новичок совсем, пишите в комментариях или поищите на YouTube на моем сайте уроки. Об этом уже есть. То есть, как установить хостинг, настроить, как зарегистрировать домен, адрес сайта, как установить движок Joomla на хостинг. Об этом уже очень много сказано. И чтобы мне не повторяться, естественно, эти моменты я уже опускаю. Поэтому у меня уже сейчас Joomla установлена. Чистая на момент записи видео последняя версия 3.9.24. Здесь, естественно, ничего нет. Вот так вот выглядит главная страница с дефолтным шаблоном. И давайте установим компонент интернет-магазина Gridbox StoreUp. Естественно, у меня неограниченная лицензия на данный компонент. Естественно, ссылки на покупку оставлю также в описании данного компонента. И купон на скидку Gridbox также ждет вас в описании под этим видео. Ссылка. А здесь же я перехожу. Расширение установить. Решил вам все-таки показать, как выглядит кабинет загрузки расширений, когда вы купите Gridbox или другие расширения, или все их не расширения. У них всего три расширения для Joomla. Конструктор страниц Gridbox. Тот же самый интернет-магазин галерея. И формы. Лид-формы. Вы видите, у меня неограниченная безлимитная лицензия. То есть это просто вам показываю, новичкам, как это все будет выглядеть после покупки. То есть я сейчас нахожусь на сайте Bellboa в своем личном кабинете. И скачиваю при вас последнюю версию Gridbox. Нажимаю скачать. На момент записи данного видео Gridbox у нас версия 2.10.6. Итак, компонент с папки на своем компьютере я просто перетаскиваю вот в эту область на сайте. И происходит установка. Нужно дождаться завершения установки. Нам Joomla говорит, что установка успешно завершена. Это видео вообще про шрифты. Сейчас о них мы поговорим. Но сделаем прям кратенькие, буквально такие быстрые настройки. Компонент находится вот здесь у нас в компонентах. Переходим к Gridbox. Сейчас мы его быстренько русифицируем, так как изначально у нас он не на русском языке. И нам нужно здесь авторизоваться под учетными данными, логин и пароль. Те данные, которые вы использовали на сайте Bellboa при регистрации. Видим, что все на английском языке. Давайте сначала русифицируем. У нас вот здесь есть такие две иконки. Кликаем на вот этот земной шарик. Это разные языки. Находим Russian. Кликаем по языку. Вот здесь мы видим инсталляция, то есть установка. Нужно дождаться, когда она вся произойдет. Вот сейчас мы можем обновить сайт. И видеть все-все на русском языке. То есть панель администратора у нас на русском языке. Следующий шаг. Нам нужно сказать, так сказать, связать нашу систему Joomla, что у нас действительно лицензия. Что мы могли получать там обновление. И нам были доступны все плагины Gridbox. Здесь такая иконка. Мы кликаем сюда. Видим, что надо активировать. Актив... А лицензия не активна. Я нажимаю активировать. И в поле логин и пароль ввожу те данные, которые я использовал при регистрации на сайте Belbo. То есть вы сможете это сделать только при активной подписке. То есть вы купили на год интернет-магазин. И целый год можете получать обновление. Соответственно, следующий год надо будет продлять лицензию еще на год. Ввели данные, нажимаем активировать. Вот здесь мы видим, что ваша лицензия активна. Здесь сообщение у нас пропало. И по клику мы видим, во-первых, на момент записи видео последняя версия Gridbox 2.10.6. И лицензия активна. Вот здесь написано. И здесь же мы можем ее деактивировать. То есть отсоединиться, отключиться от лицензии, если это необходимо. Скажем, это может быть полезно, если вы делали сайт на локальном хостинге. Там вы активировали лицензию, установили все плагины. Дальше сделали деактивацию. Сайт перенесли на реальный домен, на реальный хостинг. И вновь активировали лицензию. То есть вот, скорее всего, для этого это нужно. Уже даже после этих действий, если мы фронтальную часть сайта, главную страницу обновим, мы видим, что здесь совсем другой вид. Это начальный шаблон нашего сайта. Это шаблон от Gridbox. Итак, давайте быстренько, что нам потребуется. Нам нужно перейти в приложение. Нажать здесь по плюсу. И добавить те приложения, которые мы точно будем использовать. Первое это магазин. Кликаем по магазину. Сразу устанавливается приложение магазин, то есть продукты и отзывы. Кликаем по плюсу. Нам также потребуется редактор кода. Производительность. Это прямо обязательно. Канонический URL. И устанавливаем еще XML-карту сайта. Вот так вот быстро установили необходимое приложение из предложенных на сегодняшний день. Компания Balboa. Теперь про шрифты, то есть самая главная тема данного урока. Здесь я использовал специально скачанный шрифт для этого демо сайта. Тот, который мне понравился. Мы должны сразу понимать и учитывать такие нюансы. Любые моменты по оптимизации сайта, то есть скорости загрузки сайта. Нам нужно постараться сделать максимально быструю страницу. А на скорость сайта влияют такие факторы внешние ресурсы. То есть, например, подтягиваются шрифты Google. То есть, когда шрифт не находится фактически на нашем сайте, а он как бы ссылается на Google. Карты Google, видео YouTube, счетчики, аналитики. Все, что внедряется на сайт, любые коды, это все достаточно сильно нагружает сайт. Те же иконки FendEversome и любые другие сервисы иконок. Поэтому нужно все использовать свое на сайте. Если мы делаем какие-то иконки, то лучше использовать SVG, векторную графику, и загружать ее непосредственно на сайт. В данном случае мы будем использовать шрифты. Также есть возможность использовать так называемые безопасные шрифты, такие как Eril, Verdana и подобные шрифты. И в Gridbox очень классно все устроено. Нам нужно в одном месте настроить нужный шрифт, и потом он будет применяться ко всем областям сайта. Это параграф, текст, заголовки от первого аж уровня до шестого, ссылки. Все это применяется сразу. То есть один раз настроили, возможно, будем как-то подстраивать размер шрифта, межстрочный, межбуквенный интервал. Но в целом в одном месте это надо сделать первоначально. И потом мы этого касаться не будем. Естественно, это, наверное, лучше сделать тогда, когда мы хотя бы набросаем сайт, создадим несколько товаров, продуктов, и нам будет лучше видеться, какой шрифт здесь подойдет, который нам больше понравится. Конечно, вы можете так пойти. Потом вернуться к этому уроку и проделать всю манипуляцию со шрифтами. Но так как я уже знаю, какой шрифт мне нужен, поэтому я это сделаю сейчас на начальном этапе. И еще важный момент о шрифтах. Можете скачать где угодно или воспользоваться вот таким вот сайтом, бесплатный шрифт. Важно понимать, если сайт рассчитан на русскую аудиторию, значит, шрифт должен поддерживать обязательно русский язык. Прежде чем здесь вот воспользоваться поиском на данном сайте, опять же, ссылку на данный сайт можно найти в интернете. fonts-online.ru, данный сервис. Он самый первый в выдаче попадается в Яндексе Гугла. То есть вот это самый популярный ресурс, где вы можете скачать необходимый шрифт. Прежде чем искать шрифт, во-первых, визуально, да, вы можете просто выбрать то, что вам нравится. Первое, что надо сделать, это перейти вот здесь вот кириллические шрифты и искать именно здесь. То есть эти шрифты по-настоящему поддерживают русский язык. Будьте внимательны, а то вы установите шрифт, который не поддерживает русский язык и будет все некрасиво смотреться. Вот это все, это демо, как выглядит шрифт, как это будет выглядеть на сайте. Да, здесь на английском языке, но вы можете кликнуть по шрифту и ниже увидеть русские буквы, как будут выглядеть. Буквы, символы, знаки на русском языке. Если вам нравится данный шрифт, ставите вот здесь птичку «Я не робот» и нажимаете «Скачать». Я же буду искать определенный шрифт, который я использую на своем демо-сайте. То есть прямо через поиск я ввожу название шрифта. Вот я его здесь нахожу. Это реально тот шрифт, который у меня на демо-сайте. Он у меня уже скачан. Как качать, вы уже знаете. Чтобы посмотреть шрифты и как вообще это устроено, нам нужно создать первую страницу в приложении Gridbox. Или даже можно с вами вот зайти, например, в страницы. Допустим, первая страница будет дефолтная демо для теста. Здесь я нажимаю вот на эту иконку. Создать страницу. Название страницы. Пускай это будет главная страница. Здесь шаблон по умолчанию мы не трогаем. Нажимаем «Далее». Все. И здесь вот нужно понимать, как это работает. Во-первых, будут подсказки. Я их закрою. Верхняя панель, то есть самые важные инструменты. Это сайт, тема, страницы, другие меню управления. Все, что мы здесь вот настраиваем, будет глобально влиять на все страницы вашего данного сайта. То есть все, что мы здесь настроим, а это палитра цветов в следующем видео, сейчас шрифты, настраивается один раз, соответственно. И это все работает на всех страницах. Конечно, вы можете каждый элемент в отдельности, это текст, заголовок, менять с шрифтом, если это необходимо. Но лучше правильно это сделать глобально. Поэтому здесь мы переходим к теме. И сразу на первой вкладке «Основные» видим типографика. Это и есть шрифты. Изначально по умолчанию базовый шрифт у нас называется «Робот». Насыщенность шрифта также здесь управляется. Цвет шрифта, размер шрифта, межбуквенный, межстрочный интервал. Здесь вы выбираете, например, для заголовков первого уровня, какой шрифт. Итак, мы кликаем, базовый шрифт здесь оставляем, кликаем вот сюда. И здесь вот видите библиотека шрифтов. Во-первых, вот здесь вот шрифты, которые я не рекомендую использовать, они тянутся от Google. Кликаем вот по этой иконочке. Всплывает окно, где мы можем через поиск найти среди вот этого списка уже установленных, по сути, шрифтов на нашем сайте Gridbox. Здесь есть добавить Google Fonts, то, что не рекомендуется. И вот они добавят безопасные веб-шрифты. Вот они, Arial, Arial Black и так далее. Их тоже можно использовать. Но я предлагаю какой-то свой уникальный, красивый шрифт на сайте использовать. Для этого мы кликаем вот на эту иконку «Загрузить шрифт». Заголовок. Лучше назвать его так же, как называется ваш шрифт. Я так и напишу название шрифта. Дальше. Загружаем шрифт прямо на сайт с компьютера. Кликаем вот сюда. Открывая папку на компьютере, нахожу необходимый шрифт. Кликаю по нему. Вот его расширение. Но все шрифты обычно вот так помечаются. Открыть. И далее «Насыщенность». То есть это, возможно, толщина букв. Но я выберу вот этот вариант. Достаточно тонкие буквы. Нажму «Сохранить». Загрузка, пожалуйста, подождите. Все. Данный шрифт вы можете здесь в поиске найти. Это окно мы закрываем. Теперь. Здесь базовый шрифт. И здесь в списке появляется только что установленный нами шрифт. Я его выбираю. Насыщенность мы видим здесь. Все. Мы назначили глобально. Также можно пробежаться H1. Наследовать. Вот если вы видите «наследовать», значит настройки шрифта для тега H1 наследуются из глобальных. То есть то, что мы только что сделали. Убедиться можно в этом, нажав на слово «наследовать», увидеть название нашего шрифта, что написано «основное семейство шрифтов». Тут такой земной шарик. То есть он наследует из глобальных. Это то, что нам нужно. Видим, что здесь тоже «наследовать». То есть все в порядке. Правда, насыщенность. Вы видите, что насыщенность может меняться. Вы можете кликнуть вот по этой 900 и тоже выбрать «наследовать». Тогда будет наследоваться вот эта вот 100, насыщенность 100, буковки тонкие. Но лучше пока насыщенность не трогать, потому что разные заголовки, они могут быть разного размера. Это правильно. То есть H1 – это самые большие буквы по размеру и самые толстые, так скажем. Насыщенность можно сделать. Поэтому H3 – «наследовать», убеждаемся, что все есть. Соответственно, эти заголовки, они скорее всего тоже наследуются. И самое главное, параграф – это обычный текст на сайте тоже, чтобы наследовалось. А вот здесь вот «насыщенность», видите, базовая. Я выберу «наследовать насыщенность» для текста, параграф. Вот. Урок достаточно длинный получился, но это важный такой урок. Новичкам, наверное, будет сейчас все это дело переварить, обдумать. А для тех, кто уже в теме, вы понимаете потенциал и мощь данного инструмента Gridbox. Особенно этот Gridbox StoreUp для создания интернет-магазина. То, что сегодня нам и нужно. На этом уроке я ставлю паузу. Шрифты мы с вами установили свои собственные. Мы назначили глобально для всех элементов. И движемся с вами далее. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-форм и для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация. Курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok